Одолеть внутренних драконов Одолеть внутренних драконов Грамотность школьников Я хочу сперва немножко про вас узнать Вот такой вопрос часто задают собеседникам Когда вы в последний раз были на своей родине? Достаточно другое Это было в 2008 году В августе, как сейчас помню Но вы знаете Я родился даже не в Петропавловск-Камчатскому А на побережье Петропавловск-Камчатского А как название поселка? Его уже нет на карте Он еще при советской власти исчез Поскольку был экономически невыгоден И тогда было очень интересно Много в жизни всяких интересных вещей Я туда добрался 7 августа 2008 года Был на пепелище Дом сожгли Которым я родился Ну так, бесхозный дом, почему не сжечь? И после этого я подумал Ну все, я побывал, поклонился Теперь готов куда угодно И вот он получает СМС-ку Срочно в Цхинвал Нападение грузинских войск на мирный город Я считаю, подумал Ну вот, оно и есть Раз побывал на могилах предков На пепелище Ну вот, пора ехать Ничего не страшно Оно действительно не страшно После таких вещей А сколько вы там прожили? С 1953 по 1961 год То есть в школу вы пошли? Уже в Москве В Московскую опцию В сельская школу Новоподресковская, Химковская У вашего отца очень редкое имя Как мне кажется По святкам Мне с именем повезло И мне повезло прежде всего с отцом, конечно же А отчество? Отчество уникальное Не так много порфиричей на белом свете Африкановичей, правда, меньше Но порфиричей все-таки случается А отчество вашего отца? Дмитриевич А вас в честь кого назвали? Меня сейчас назвали в честь Александра Суворова Да Отец у меня Хотите верить, хотите нет Ни отец, ни мать Не имеет высшего образования Но очень люди были начитанные И всегда приручали страсть к чтению И поэтому брат мой младший, например Доктор наук, профессор В Тимирайзской академии Я вот тоже кандидат наук Но это благодаря тому, что Любую минуту, которая выдавалась В детстве, как только учиться Начинают все время обязательно книжку давать Обязательно читать Читая, читая, читая Хуже не будет Умнее будешь Люди выйдешь А дочери усердные у вас были ученицы? Мои? Да, ваши Ну, как вам сказать Это другое поколение В чем там усердие? Я не знаю Из них выросли домохозяйки Они не амбициозные Но это главная женская профессия Я думаю, что да Этого достаточно Раньше так думал Что ж такое? Когда же от них польза наконец будет? А сейчас радует, что вреда нет Ну и нормально Занимается детьми И слава богу У меня внук, две внучки Они нашли себя в материнстве И действительно все нормально Имена кто? Как их зовут, во-первых? И кто имена выбирал? Имена выбирали сами Ну вот старшая Дарья Внук Володя И еще одна внучка София Я обратил внимание Если все правильно В сетевой энциклопедии написано Что вы срочную службу с 20 лет Служили Да, немножко запоздал С 17 Почему так? А со здоровьем там были какие-то проблемы небольшие Сейчас они уже все приодолием Надо было сначала подремонтироваться Потом пошел Пошел с большим удовольствием Все-таки я думаю, что мужчина должен служить в армии Если кто служил, так говорят Нет, ну, знаете, есть такая расхожая фраза одна Не служившие в армии мужчины Все равно, что не рожавшие женщины Не совсем она справедливая Но где-то что-то в этом есть Знаете, есть масса приговоров Есть такая, что кто в армии служил Тот в цирке не смеется Здорово, не знал Нет, ну это хорошая школа жизни Представьте себе Я вот, в общем-то, вырос в степени ботаником На книжках, на приключениях В которых попадаю в эту серьезную, суровую мужскую среду И первый подъем, который навсегда в жизни запоминается Я думал, что вообще не доживу эти два года Однако закончил в воинском звании старшина Это не так часто бывает А где служили? Ленинградский военный округ Старый Бат Озеркиш и Валов А вот выбор учебного заведения Это ваше было персональное решение Или вы советовались, не знаю, братом, с родителями Откровенно с вами разговариваем Кто из нас в те времена не бредил МГИМО? Московский государственный институт международных Я тоже И подготовка была хорошая Я всегда хорошо учился И не добрал ровно полбалла Там много таких бедолаг было, которые полбалла Знаете, МГИМО тогда в июле месяце экзамены были специально из гуманных соображений Чтобы те, которые не попадают в гимок, слишком много Хотя успели бы потом в другом месте А я еще пропустил все И осталось Думаю, ну что время терять за Есть в УЗИ Всесоюзный юридический заочный институт Пойду туда Оказалось, это судьба На самом деле юридическая профессия Юридическая специальность Но есть и вторая Которая всегда манила и интересовала Я был слушателем Уже будучи кандидатом наук Закончил еще и психологический факультет МГУ Это уже по желанию Потому что я в ЦК партии работал и ходил Если Лени Гозман узнал бы, что я его лекции слушал Ну он потом узнал, все-таки много смеялся Да, это была политическая психология Была очень модная вещь, очень интересная Психология массовых выступлений и так далее Да, он, кстати, специалист-то неплохой Хоть у нас и не принято об оппозиционерах почему-то говорить хорошо Но специалист по политической массовой психологии Гозман неплохой, неплохой Ну вот А что такое оппозиционер? Я не очень понимаю Потому что говорят много о том, что у нас либеральная оппозиция И при этом ведь никто не станет спорить Что и правительство у нас на самом деле, в общем-то, либеральное Правительство, правительство либеральное Ну вы понимаете, у нас ведь все как-то свое специфичное То, что у нас там правое во всем мире Вовсе не правое, да, и так далее Поэтому, ну что такое оппозиционер? Наверное, оппозиционер, который не согласен с теми или иными положениями внутренней и внешней политики Ну вот он встает в оппозицию Считаю, что оппозиция всегда нужна А вы были оппозиционером, допустим, ну по настроениям? Еще как? Во время там... Вы знаете, я говорю, что Россия это страна... Люблю я свою страну Вы знаете, там все возможно Когда я работал в правительстве Российской Федерации Должность-то была такая неплохая замзавотдела Да, я баллотировался в первую Государственную Думу по списку кадетов Миша Астафьев был первым номером Вторым был Шафаревич, третьим Невзоров Очень низкая была в этом списке Ну и я там седьмым стоял Представляете себе, человек работая в аппарате правительства Шел по оппозиционному правительству блока Нормально, да? Ну вот, подпись мы собрали Но центральный избирком посчитал, что они все какие-то не очень хорошие Нас не допустили Но в архивах это осталось, да? Ну вот, за следующие выборы там еще один человек пытался повторить этот шаг Ну вылетел из правительства, бывает Когда вы начали коллекционировать? Расскажите о своей коллекции Поскольку я так понимаю, что это нечто Ну знаете, тут назвать это коллекцией нельзя Вот, если вы имеете в виду коллекция оружия Да, старинное оружие То это скорее не коллекция, понимаете? Она сходила спонтанно Коллекционеры это люди, которые по определенным признакам что-то такое собирают Вот, хочешь, скажем, клинки, допустим, там, 19 века Ну и 19 века А я вот коллекционирую только то, что вот мне нравится Оно то и в коллекции Понимаете? Вот я вижу, скажем, жилетный пистолет, да? Который в жилетах, хорошо так, скрытое оружие и так далее Я его поищу, пожалуй, да? А на другое я просто не обращаю внимания Коллекция оружия, потому что оружие это отдельная тема Оружие это, как бы так сказать, по-русски Одна из разновидностей любви Есть люди, которые любят кофе Есть люди, которые любят марки собирать Есть люди, которые любят оружие Совсем разные вещи я сейчас сказал Но я считаю, что, опять-таки, это мужское дело Что мужчина должен любить оружие Мужчина должен иметь возможность защищать себя Защищать очаг Защищать родину Триада такая Значит, дом, конь, теперь машина, будем говорить так, да? Я бы назвал бы еще и приход свой, я бы защитил Потому что больно часто стали у нас в церквях совершаться Это ваша тема, и ваша тема это... Не все с ней соглашаются Закон об оружии, мы об этом поговорим Обязательно, но все-таки, чтобы закончить тему с коллекции Когда первый появился экземпляр в коллекции С чего вы решили, что побудило вас приступить к коллекционерам Собирать оружие? Вы помните, с чего началось? Началось, как всегда, все с любопытства И началось, в общем-то, с арбалета Меня заинтересовал этот вид оружия Вообще, оружейная тематика, она полна противоречий И надо сказать, что арбалет, как вид оружия, который неоднократно запрещался в этом мире И у нас в стране защищался, как оружие Ну, так Называли его еще иногда подлое оружие Потому что звука нет Вот, замещают под плащом элементарно А убойные силы мама не горюй Вы знаете, и сейчас я считаю, что арбалеты Они из самых серьезных и опасных видов оружия Просто он разрешен А краткостволы почему-то запрещены Ну, я думаю, что в будущем у нас будет не хуже, чем в Соединенных Штатах Америки Но, что все-таки надо доверять нормальным гражданам Ношение, владение и ношение оружия Мы не говорим про бандитов У них с этим делом проблем нет А вот меня, так сказать, законопослушного Оставлять один или один там через них Сколько бы их не было с пустыми руками Это не гуманно Я знаю, что вы ратуете за свободную продажу Карткостволов Беседовал на эту тему с Владимиром Лукиным И он мне объяснил вот что Что мы очень агрессивные Мы народ очень агрессивный И ни в коем случае нельзя Нас допускать до огнестрельного оружия Мы друг друга быстренько и перестреляем Что вы скажете? Пацифисты я их называю Честное слово Пацифисты Честное слово Я не знаю Как так вот можно Не доверять себе И говорить Все друг друга перестреляют У меня вот 30 лет оружия Никого не перестрелял Ничего Понимаете Ну вот единственный аргумент пацифистов Мы все друг друга перестреляем С какого бодуна, извините Мы все друг друга перестреляем У нас сейчас Все наши агрессивные природы Секундочку В республике Молдова Русскоязычных Там достаточно много Там есть Под боком Приднестровья Там пьют не меньше нашего Уже третий год Они на душу населения Потребляют алкоголя Гораздо больше 22 года этот закон действует И можно Они друг друга не перестреляют Вот смотрите Интересный момент Они сюда приезжают зато Они сюда приезжают не с оружием Они сюда приезжают 4 года назад Я просто хорошо владею криминальной ситуацией Есть возможность Особенно когда был первым замом Представитель Совета Федерации Светов Поймали наконец-то Одну молдавскую группу Грабителей Которая здесь занималась тем Что ночью на электричках Там встречала Одиноких женщин Да Вырывали сумочку Убегали Ребята все хорошо Спортивно подготовленные Кандидата Кандидата мастера спорта Мастера спорта Ну и случайно Возможно Случайно Их поймали Когда допрашивали Я присутствовал Просто побеседовать хотел с этим человеком Я говорю Слушай, а что ты В Кишиневе этим не занимаешь Что в Москву притащился Он говорит О, в Кишиневе В Кишиневе стволы имеют Пуля она, знаешь, как быстро догонит Вот тут Где у них шведский стол Понимаешь Понятно Что вдогонку Пуля не полетит Ну хорошо Здесь Вот они сюда едут А если вот сопряженный вопрос С С ношением оружия И с возможностью Приобретать Как-то косвольное оружие Это вопрос Смертной казни Как вы относитесь Вы поскольку упомянули Соединенные Штаты Америки Где мы знаем Что в большинстве штатов Это практикуется У нас уже много лет Смертной казни нет Ваши отношения Ну как вам сказать Не как политика Есть многие американские ценности Которыми я отношусь с уважением И считал бы Чтобы у нас не лишнее было Скажем продавать алкоголь С 21 года И жестоко следить за этим делом Ну вот У меня какие-то странные оппоненты появляются Как так-то В армию надо идти с 18 лет А выпить можно только с 21 А при чем тут армия Ну а допустим Ну давайте мы вспомним Если мы говорим про армию Давайте вспомним Великую Отечественную войну Где известно Что перед атакой давали Спирт 100 грамм Вот будет война Вернемся У своих войны Пожалуйста Война грязное дело Там и окопы сырые Если дело дойдет до окопа Сейчас другая война совсем Да и холодно бывает К смертной казни Это вот есть несколько позиций Где он с официальной не совпадает Я ее поддерживаю Я бы ввел обязательно За убийство детей Как не смертную казнь Потому что вот этих вот Которые поднимают руку на детей Которые лишают жизни Так сказать Совершенно невинные Неогребшие А что с ними еще делать Многие из них Вообще не поддаются Переоспитанию Вот для таких людей Которые там Ратуют за эти ценности Я бы в Владимирский централ Вы посмотрите Вот там сидят душегубы Которые минимум По два человека убили Вы на них посмотрите Там церковь есть построили Кто-нибудь из них ходит Ходят Но единицы Думаешь И вы всем бы там каяться Там прям пластаться Передать церковью Просить у Господа прощения Ничего подобного Меньше половины Гораздо меньше половины Ходят и раскаиваются Не хочу сказать Что все такие Бывают там разные Для этого должен хорошо работать Суд присядных заседателей Разбираться Кстати Вот по оружию Опять-таки Ну вот смотрите У нас же разрешено Длинноствольное Да пожалуйста Для дома Для семьи Да и в охотники записаться Пять минут Пошел в течение суток Оформил себе дробовик Да Пожалуйста Вот дома ты можешь Да Кто вам сказал Что дома я нормальный А выйду на улицу Я всех перестреляю Да не будет этого никогда Понимаете В общем надо доверять Больше собственному народу Я не сказал Что это Свободная продажа оружия Да нет Конечно нет Ну какая свободная А защитная система Должна работать Кому-то можно Кому-то нельзя давать Если у человека Непогашенная судимость Один вопрос Если он там психдиспансер Другой Если милиционер Какой-то Полицейский Их называют Выдал разрешение Человеку За медома За деньги И понятно что Если тот кого-то Пристрелил Садись рядом Садись Садись Меняет в голове Тоже Тоже хорошая моя знакома Не хочу сказать Так сказать Чтобы я дольше знал Нет нет На самом деле В основном Исторический Спорт Прозвучало Из ваших Вкусового церковь А еще раньше В начале Разговора Прозвучало Фамилия Небзоров Ваше отношение К его термину Синдром ПГМ Православие Головного мозга Он употребляет Как вы можете Прокомментировать Довольно Сложно Мне комментировать Я напоминал Что я был В одном блоке С ним В принципе Тогда тот Минивзор А этого я просто Не узнаю Понимаете И то что он Сейчас вещает По одной Известной Радиостанции По понедельникам У меня с ним В твиттере Ну не то что переписка Я читаю его Внимаю Читаю его интервью У меня просто Нет понимания Что случилось С человеком И как можно так Вот потому что На самом деле Что это Россия никогда Не была страной Цинизма Циники здесь Ну их слушали Это было забавно Это какая-то Разновидность Клоунады Да Ну циничная Ну круто там Ну сказал Ну брякнул Ну то все Никогда это не было Такое И тем более Что он выступает Не против Клира Да Ну Клир Понятно Всегда подставляется Там тоже Большое количество Священников В средних Разные попадаются Да Разные Разные Многих видели Да Но идти к концу Против православия Непосредственно Но все равно Опять-таки Это свобода Пожалуйста Вы можете быть Антиправославным человеком Можете быть атеистом Пожалуйста Выбирайте выражение В этом отношении Мне совершенно непонятно Вот это вот Как они называются Сия шабли Да Ну вот С кем солидарность Ребята Вы чего Конечно Убивать нет За убеждение нельзя Понимаю Но разве это убеждение Вы можете относиться К любому Человеку Явлению И так далее Как угодно Критично Оскорблять зачем То есть реально Вот такие эти люди Которые там В том числе Меркель Ну понятно Порошенко И прочее Они же выстрелили За право оскорблять других Подождите Мы так не договаривались Мы не подписывались Оскорблять Друг друга Пожалуйста Да Никто не говорит Что вы должны быть Насильно там Православным Или там Пожалуйста Но есть нормальный Богатый русский язык Богатейший Французский язык Который у нас Государственный Был до 812 года Практически Реально Да Ну найдите нормальное Выражение Ну зачем Зачем вот это вот Открыто издеваться Зная Что это вызовет Негативную То есть вы Заранее ставите себя В позицию В том что вы Причините душевную боль Для оскорбления Зачем Это что по-божески Что Но даже если не по-божески Это вообще не по-людски А вы крестились когда В владенчестве Слава богу Бабушка Да А вот Вы же были членом партии Наверное То есть это истом По определению Нет Вы знаете Тут опять Очень сложно Давайте все-таки Разбираться Дело в том Что то что навешивают Несправедливым Вот А подчас Просто несправедливый У меня был очень тяжелый выбор У меня партию Принимали в армии Вот И в уставе КПСС Кстати В уставе КПСС Не было С термина атеист И не было отрицания Там написано Что коммунистам Не может быть человек Который там Верит в какие-то предрассудки Да И для себя Когда готовился К парткомиссии Для себя сделал выбор Если мне спросят Вы верующий-то или нет Я бы сказал Я верующий Конечно пролетел бы Везде Ну понятное дело Но не спросили Поэтому не надо выпячивать Православие и вера Очень личные вещи И не надо этим кичиться Гордиться И делать из этого Какое-то что Хорошо Будем считать Что с личной частью Мы закончили Во второй части Нашей беседы Мы поговорим Про финансовую грамотность На улице Мне кажется Мне кажется До тех пор До тех пор Пока у населения Ее не будет Не будет Нет Можно научить Безусловно Но я бы знаете Начал может быть Даже не с этого Ну учеба Учеба И понятно Это очень важно И мы делаем Сейчас я вам расскажу Подробнее Но все-таки Финансовая грамотность Начинается Действительно В семье Когда Молодому человеку Ребенку Школьнику Все-таки Прививают Понимание Вообще Что такое деньги И как они достаются Вот я свои первые деньги Я в сельской местности Детство провел Первые деньги заработал В пятом классе Про полк Обычное дело И вот Стаешь на эту грядку Свекольную Конца не видно Елки полк И это вот Желтенькая Желтенький сорняк Под названием Кузяка 30 копеек Грядочка Думаю Ну сейчас заработаем Там на велосипед Где там Три грядки Пластом Все На следующий день Выходить не хотелось Вот понимание того Как деньги зарабатываются Уважение к ним Как к материальной ценности Как к такому Осчисленному труду Вот это очень важно Конечно же Учить надо Основу Поэтому Уже подготовлено Учебное пособие Я вам его показан Называется Основа финансовой грамотности Там два профессора Таких очень интересных Да Написали И максимально Приблизили Там и там Есть и записная книжка Как вести И все То есть Это не только учебное Но еще это Практическое пособие Как это делать Вот И сейчас мы Все больше и больше Внимания Уделяем Именно вот этому Это очень серьезный ресурс Так же как правовая Грамотность должна быть Да Так же должна быть Финансовая Ну вообще Грамотность Сама по себе Дело хорошее Но вот Грамотный человек Конкурентно способен На порядок Чем не грамотный Или мало А вот вы знаете Гудков Глава Левадо-центра Он говорит Что мы В принципе Очень Ну помимо того Что мы Агрессивные Депрессивные И коррумпированные Мы еще В принципе Очень инфантильные И вот Детей Жене Не учат Я имею ввиду В детском саду Каким-то Вещам Которые Не понадобятся Может быть И Ликвидация Финансовой грамотности В таких масштабах Она преждевременна Пока у нас Пока мы не созрели С точки зрения Социологов Нет Ну подожди Как тут созрели Не созрели Жизнь идет И обязывает Куда денешься Ну вот Если хочешь Так сказать На воде Остаться в целом То все-таки Плавать ты должен И навять должен Уметь и пользоваться Там какими-то средствами Плавсредствами И так далее Нет Тут не вопрос Ну вы говорили О разных наших Так сказать Национальных Якобы Национальных Особенностях Кто это Из великих поэтов Сказал Что мы Ленивые Нелевопытные Вот Но Не так Русский человек Российский человек Будем говорить Так У нас Немного наций Все-таки Он Сметлив Вот И быстро Обучается К сожалению Каждый раз Чаще всего Учимся На собственных Ошибках Другие Не смотрим Нет Не такое же Это плохое Дело Я думаю Не безнадежное Дело Я думаю Что мы потихонечку Преодолеем Вот это Что люди Научатся Пользоваться И банковскими Инструментами И научатся Как-то по-другому Жизнь уходит Вперед По-другому Но никак Нельзя Может Все-таки На самом деле Я надеюсь Что я Не нарушу Какие-то Базовые Аксиомы Политкорректности Если Очевидно Я озвучу Что известно Что коммерции Очень удается Вот Выходцам С Кавказа Вообще Восточным людям Не знаю Связано ли это С тем Что они Практикуют Не православие А ислам Или это Какие-то Этнические Особенности Вот Как вы считаете Может Все-таки Дело В том Что человек Рожден С коммерческой Жилкой Рожден С пониманием Про то Что такое Деньги Что такое Кредиты Где их брать И те У которых Это Заведомо Не может Получиться Как их Не учи Сложный вопрос Вы знаете Мы восходим В более Таким Сложным Таланты Они как Они рождаются Или приобретаются Вот что это такое Есть действительно Склонные Вот посмотрите Скажем Манера торговать На рынке Скажем Людей С востока И нашей Небо И земля Понимаете Ну вот Там торговля Это общение Это разговор Это торг По-настоящему Это искусство Это искусство Да Может быть Все-таки Деньги Это не наши Может быть Не надо нам знать А этим Мы их отменим Я тоже Я так смотрю Сколько неприятностей За них Это был такой Серьезный банкир Реально Серьезный Это Александр Смоленский Помните Ну конечно Но как же Да Вот Однажды Я был на одном Из комитетов Которые там Пытались как-то Разобраться Помочь разобраться С его вкладчиками И так далее Ну вот Понадавали кучу рецептов А он сидел Молчал Ну вот И его говорят Слушай Ну а вы-то чего Предложите Есть простой способ Чтобы всем было хорошо Он говорит Есть Давайте отменим деньги Ну все Ну посмеялись Разошлись Это тогда еще Арко Создавалось И когда Жизнь-то интересно За спиной Я был в правительстве Кириенко Мы как раз Прошли дефолт Вернее Допустили дефолт Как теперь Честно будем говорить Да Но вот По-другому не получалось И после этого Я пошел Так сказать Грехи замаливать Пошел в агентство Про структуризацию Кредитных организаций Вот Туда Там был статус секретарем Мы как-то вырулили Из этой ситуации Там Большого количества Обиженных людей Не было Но вот Сейчас вот Это переросло В СВ И просто другие Немножко задачи есть И сложнее чем нам Гораздо Вот Поэтому о деньгах Вопрос такой Нет Я думаю Что все-таки И купцы у нас были хорошие всегда И банкиры хорошие А мы не вспоминаем Как о 19 веке У нас и сейчас Есть выдающиеся Люди Которых можно вспомнить Из благодарности Того же самого Герасченко Герасченко Очень многие поминают Ну вы знаете Высказывая насчет того Что Отрублю себе руки Если А что-то ему это быстро забыли Вот Ельцину Помнит до сих пор А Герасченко Вроде Вроде нет Ну вот сейчас посмотрите Первая женщина банкирована Бирульна Это не потому что она Моя начальница Просто восхищен У человека Просто аналитический Склад ума Замечательный И память Просто графическая Ну я всегда Стараюсь у кого-то Чему-то учиться Все время Жизнь так устроена И мне всегда Так как-то свезло На начальницу На начальницу У меня все И две Но вот сейчас Одна И на начальника Всегда есть Чему поучиться Да нет У нас талантливые люди Есть Ну что Вот И чего же себя так Принижать И к деньгам У нас все хорошо И с нами считаются В том числе В финансовых Мировых центрах У нас люди Все-таки В большей части Работают с рублем И не бегут В доллар Это не надо судить По Москве Москва это Не показатель для России Это мегаполис Европейского уровня И все такое прочее Я вот недавно был Когда поехал в Чувашию Вот душа отдохнула Господи Спокойная Ровная республика Ровно населена Люди работают Безработица Вообще минимальная Ну и что вы там думаете Кто-нибудь там Особо в долларах держит Что-нибудь Нет Все в рублях Все в рублях И живут с рубля И работают как след Я специально так У меня еще такой Есть вкус Сосологик Своей полевой Иногда берешь Просто уезжаешь куда-то Ну и не узнаваем достаточно Легко затеряться Просто сядьте на электричку И поезжайте Скажем До подсолнечной Посмотрите Поработайте Вы видите Совсем других людей В то же метро Вот посмотрите Метро Оно разное Я немножко отвлекаюсь Казалось бы Вот посмотрите Дневное метро И утреннее Вот первая электричка метро Кто едет Там качественно Другой народ Люди Другие Сосредоточенные Серьезные люди Едут на работу В обед Вы уже можете увидеть Разных людей И поэтому Та же как судить По одной электричке Там метро Или по одной электричке До подсолнечной Какой народ Или по очереди Там у банкомата Да нет Ну что Совершенно разные вещи И вот опять Доедете до подсолнечной А дальше Придорожных магазинов Много Где-нибудь Попробуйте рассчитать Кредитные карточки Так это хорошо Или плохо То что у нас Это реально Что у нас нет Вот этой Культуры Пластика Нет Там можно иметь Миллион рублей На карточке И помереть с голоду Если там Продавщица Не сжалится Потому что Ну нечем Ну вот И когда протягиваешь Карточку Тебе могут в ответ Порекомендовать Тебе куда-нибудь засунуть Что-нибудь обидное Ну вот На самом деле Плохо Очень плохо Но это реально Понимаете А с другой стороны Мы же привыкли К ощущению Вот этой бумаги К этой монетке И так далее Вот она есть И хорошо Она и душу греет И руку греет Вот значит Здесь мы опять же Возвращаемся к вопросу О финансовой грамотности Может быть Когда человек на практике Учится И не надо загружать Его какой-то теорией Учебными пособиями Если он все это Вот Эмпирически осваивает Не-не-не-не-не Вы знаете Вот Когда Видимо я уже такой пожилой человек Что я начинаю говорить Вот в наше время В наше время Были уроки труда Ну вот Что такое паять Что такое напильник Что такое тиски Меня учил все-таки учитель Да И не сказать Что я где-то там В гараже У дяди Васи Там сам учился Пока там руки не сбил В кровь и так далее Нет-нет-нет Обязательно должен быть Вот эти тьютеры Которых мы учим Центральный банк учит Да и Министерство финансов Помогает В этом плане Они потом будут Вот учить Учитель А те уж потом будут Говорить Как пользоваться Что такое карточка Как осуществляются Эти расчеты И так далее Нет-нет Тут все Я тут оптимист Я думаю Что пройдет Совсем немного Времени И Три-четыре-пять Будет вступать В жизнь Уже новое поколение Которые будут Это знать Гораздо лучше Чемья Вот Еще и нам Пенсионерам Будут помогать В этом плане Другое дело Что мы еще Их работают Научить бы Как следует Ну это Жизнь научится Но может Это не только От этого зависит Я помню Одно Ваше интервью Где вы рассказывали О той метаморфозе Визуальной Которая происходит Пересечения Российско-белорусской Границы Когда едешь По Смоленщине Все это Вот Разруха И Унылые Пейзажи Въезжаешь В Братскую Братскую Республику Там Европы Народ Фактически Мы же с вами Согласны Что один Значит Что вряд ли Это зависит Потому что Там В основном Белорусы А по эту сторону Границы В основном Русские Может быть Нам нужна Жесткая рука Может нам нужен Батька Диктатура И Такого рода Управление Все у нас будет Разумное Сочетание Жесткости И ласковости Я думаю Так Да Вот это вот нужно Как его только найти Я могу сказать Сейчас просто Наверное Это не мнение Центрального банка Я хочу сказать Что Россия Страна излишней Толерантности Мы слишком терпимы Стали слишком терпимы И в последнее время Демократию Начинаем путать Даже не со всей Дозволенности Это термин Из этих Далеких Коммунистических Времен Еще Ну вот Времен Моей молодости А просто Какой-то такой Расхлябанности Инфантильности Еще что-то такое Да с себя Начнем Вот представьте себе Значит 1965 Скажем Пятый год Деревня Верескино Химкинского района Московской области Маленький Саша Торшин Идет И курит Папирос Первый же сосед Или соседка Отняли бы Вот это вот За ухо бы взяли И привели бы к матери Сейчас Александр Порфеевич Торшин Идет по тому же Верескино Идет такой же Пацан с сигаретой Вы что думаете Я к нему подойду? Да горя я на Не подойду Понимаете И вот это вот Все вместе Потом На самом деле Реальная демократия Самодисциплина Очень серьезная Давайте возьмем Чечню Там в общем-то Все в порядке Дисциплины И есть Кстати ведь Есть награда Кадырова Да Орден Кадырова Уникальная Совершенно награда Но вы знаете Эта тема отдельная Ну я в Чеченской Республике Начиная с 1999 года То есть я не застал Прямых боевых действий Хотя честно скажу Первый раз в жизни По мне стреляли Именно там Да Меняет психологию Когда попадаешь Под такие вещи И все время С Ахмат Хаджи Мы с ним Ровесники примерно Все время Работали над тем Чтобы Во-первых Над восстановлением Чечни Во-вторых Над снятием Стереотипов А стереотипы В нашей жизни Это самые тяжелые На свете Вы знаете Я до сих пор Когда уезжаю В Чеченскую республику Где совершенно Отсутствует Уличная преступность Нет угонов Автомобилей Во многом Благодаря тому Что там оружие У всех почти есть Ну вот Поэтому Друг чеченского народа Правильно сказать Мы все друзья Мы не различаем Я не различаю По национальности Есть приличные люди Есть неприличные люди Есть порядочные Непорядочные И у чеченцев много Ко чему надо поучиться Между прочим Да У них там И в институте семьи Более интересно все И по многим другим Так когда И кто вручил вам Ну это Орден Кадырова Вручил мне Вице-премьер Республики На 60-летие Это было 23 года назад У вас достаточно Впечатляющий Перечень Государственных наград Какая из них Была для вас Неожиданная Потому что мы знаем Как вообще обычно Про процедуры И подготовки К награждению Есть ли там Одна из этих регалий Которая застала вас Ну известие о том Что вас награждает Застала вас Врасплох Ну если честно То есть конечно Да Ну вот Государственных наград Всего три Потому что есть Церковные Их достаточно много Есть вообще От Муфти Да У вас от Совета Ну у вас от Муфти Вообще полный кавалер Альфахра Ну вот Редкий случай Но это опять Слушай Господь на каждой Гордыне Все-таки Так вот хвастаться Но тем не менее Очень неожиданно была Медаль Столыпина Я и не мечтал На ней Правительственная награда Медаль Столыпина Столыпин для меня В известной степени Идеал Вот Я считаю Что это Выдающийся Государственный деятель Да Вот Ну есть вещи Которые Ну по психотипу По темпераменту Я где-то больше Похож на него Как-то смотрю Если выбирать Да На Столыпину Ну знаете Тоже такое Я когда в Твиттер Только выходил Там тоже писал Что жалко Дуэли запрещены А вы Твиттер ведете Сами прям вот Вот этими Конечно А кому еще можно Вот опять говорят А когда у него Время на Твиттер А пробки Сидишь Стоишь Ну что Слушать радио Ну можно одновременно Радио слушать И все Я ищу свои ниши Я с моей Поздравляю людей Отвечаю на вопросы Красивая девушка Похвалю Глупость какая-нибудь Скажут Либо в бан Либо что-нибудь Отвечу Сейчас стал гораздо Спокойнее А раньше заводился С полоборота Понимаете И вот все-таки Последний вопрос Насчет Ваших наград Я знаю Что ответ Такой социально Одобряемый Что они все Вам одинаково Дороги Ну вот Если я спрежу Какая из них Самая для вас Дорогая Не по материальной Ценности А вот По обстоятельствам Получения Поэтому хотелось бы Вот услышать Не банальный ответ Что они все Одинаково дороги А честные Честные абсолютно Вы знаете Даже более того Что Опять-таки Не побоюсь быть Нескромным Но вот Одна из наград Должна была быть другой И редкий случай Когда я попросил Изменить Причем От более высок И к менее высок Вот Ну Есть такие традиции Разные Ну за заслуги Перед Отечеством Четвертой степени Отличная награда Замечательная Ну я так посмотрел Думаю Господи 60 лет Все четыре Не соберу Точно Да и не заслужил Никогда Нет таких дел Мало кому удается Так послужить Родине Что все четыре степени Поэтому я говорю Что если можно Ну уважительная польза У меня есть мечта Орден дружбы Теплый Хороший Спокойный Орден Который Ну действительно Созвучен душе Я стараюсь Быть дружелюбным Всегда стараюсь Как-то находить Какие-то Консенсусные вещи Вот это для меня Самый дорогой орден Конечно очень дорого Звание заслуженного юриста России Ну и заслуженный юрист Республики Мариэл Первое полученное Ну кто знает Мало кто знает Вообще где-то Мариэл Находится Иногда так спрашиваешь Где ешь Карала Где Мариэл Говорят за Уралом Я говорю Ну съездите за Урал Поищите Вообще-то она говорит Рядом с Татарстаном И напротив Чувашей И так далее Да Поэтому любимая Конечно дружба Потому что это Созвучно Еще раз говорю Повторюсь Созвучно душе Созвучно Миропонимание Да Вот Если бы были Какие-то другие награды Да Так иногда думаешь Ну вот скажем Не хотел бы ты Стать Героем России Да не хотел Потому что для этого Надо бы совершить Какой-то героический Подвиг А где я могу совершить Вот здесь На хозяйстве Центрального банка Что героического Доллар оброшу Да не смогу Какое-то геройство Да И так далее Ну где Где может Рядовой человек 62-х лет Совершить какой подвиг Я не знаю Если сейчас Кто-то тонуть будет Конечно Особенно если ребенок Полезу обязать Можете сам еще Утонуть Добав Посмертно Дадут какую-нибудь медаль Там за спасение утопающих Недавно было юбилей Этой медали Да Нет Вы знаете Это должно быть заслужено Это должно быть Какой-то сигнал свыше Это Божье откровение Божья благодать На самом деле Есть награда Которую ничем Никогда не оценишь Вот я был у гроба Господня Я считаю Что это большая награда Далеко не каждому человеку Верующему Дается такое счастье Побывать у гроба Я был на горе Афон Это тоже награда по жизни Вы просто на стенку не повесь Но я был на Афоне А сколько миллионов человек Желают Мечтают Понимаю мусульманина Хорошо бы на хадж Так и умирают Так сказать На хадж не сходив А у меня это есть Понимаете Я уже был Поэтому вот награда Любовь награда Дети награда Вот награда Желаю вам любви Моих наград И желаю Чтобы вы никогда По назначению Свою коллекцию Оружия не использовали Дай бог Спасибо Ну если представится Такая возможность Что ж Ну вот есть такие беседы Которые потом Так сказать Сеют смятение в душе На самом деле Очень профессионально Евгений Юрьевич Провел беседу Я сейчас Честное слово Думаю Что Потому что Как он сумел Поставить так Что это Несколько Интервью Что-то типа Похожее на исповедь Получилось Чего не хотелось бы Очень сильно Не похож на ваш Евгений Юрьевич На священника Однаками Всякому священнику Так иногда Выворачиваешь душу